Саня просто остолбенел. Когда он видел, как бабушка, вроде бы нормальная свитла, вдруг быстро спрятала у себя под какими-то тряпицами в сумке-буханку хлеба. «Вода йод!» – подумал он. «Наверное, насмотрелось в фильмах про преступников». Санька просто прирос к полу. Он проводил глазами старушку, которой удалось таки пронести хлеб мимо косирши. Опомнившись, он дернул маму за руках и прошептал ей на ухо. «Мам, а вот та бабушка хлеб украла. Давай заявим в милицию». «Какая бабушка? Что ты выдумываешь?» Отмахнулась голова мама, но Санька тащила маму к выходу и пальцем указывала на горовку. А бабушка тут же в магазине отламывала от хлеба маленькие кусочки и почти не жуя прогладывала их, закрывая глаза. «Видево от удовольствия!» – подумал Санька. Мама зачем-то дернула сына за руках и прошептала. «Молчи!» А когда они подошли к кассе, она сказала кассиру. «Тут у меня бабушка вышла случайно с пуханкой хлеба. Возьмите за Бородинский». «Мама!» Мама притянула к себе сына и как-то грустно, но жестко посмотрела ему в глаза. «Расти, сын, большим и умным. И дай помочь, чтобы когда станешь взрослым, тебе не приходилось видеть нищих стариков и детей. А сейчас оконси бабушке деньги и пакет молока». Санька хотел крикнуть, чтобы раму не подает, но посмотрел на бабушку, и увидел, что она закрывает глаза, потому что из них катятся, катятся слезы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова